Всем привет! Тема моего доклада «Обработка диплинков в приложении на SwiftUI со стандартной навигацией». Давайте немного обо мне. Тут фотка должна быть получше, просто контрастность на проекторе не очень. Так, в общем, меня зовут Настя, я работаю в компании рейтинг букмекеров. Не на букмекеров, а в рейтинге букмекеров. Это немножечко другое. Мы говорим, кому конкретно надо идти и деньги кому нести. Немножко обо мне. Более двух лет в iOS. Не два года и один день, а прям, ну, типа побольше. Где-то год пишу на SwiftUI, развиваю международное комьюнити мобильных разработчиков кофе и код в Екатеринбурге. Вот есть QR-кодик, это международное сообщество, там где-то 4000 примерно iOS-ников и андроидщиков. В Екатеринбурге у меня 80 iOS-разработчиков. Мы все собираемся, пьем кофе, обсуждаем, у кого что упало и прочее. Также в прошлом у меня три года на плюсах. Я даже умудрилась ездить на четвертьфинал ICM-ICPC Сибирского региона в Барнаул. Но это было давно, поэтому я не считаю это как опыт. Вот, итак, если серьезно про рейтинг букмекеров, то РБ – это такое информационное СМИ, в котором есть отзывы, жалобы, трансляции, куча статистических данных, новостной отдел и даже свое РБТВ. И у нас есть сайт и нативные приложения на Android и iOS. Собственно говоря, я в команде iOS, как вы уже поняли. И у нас в том году было всего два разработчика, в марте этого года четыре и с прошлой недели пять. В общем, мы растем, и это хороший показатель. Немного о стеке. У нас SwiftUI, поддерживаем 15-й таргет, если вы завидуете, не завидуете. А UIView Representable используется в четырех случаях, и все четыре случая – это отображение WebView. И что актуально для моего доклада, у нас стандартная навигация SwiftUI – это NavigationView и NavigationLinkey. Никаких координаторов, роутеров, никакого слоя доп. навигации нет. Это важно. Собственно говоря, на этом доклад и строится. Итак, о чем я хочу вам сегодня рассказать. Что такое DeepLink? Зачем это вообще надо? Это отличный инструмент в маркетинге. Часто его используют для триггерных пушей, которые ведут пользователи к какой-то нужной конверсии. Как настроить кастомную URL-схему? Вообще, что это такое? Покажу. Как распарсить DeepLink? Будет очень мало кода, я вам обещаю. Вообще много кода не будет, прям минимум. То, что выглядит как костыль, может, и мы является. Мы с вами это обсудим. Пока это такой, загадкой оставлю. И как перейти от кастомной схемы к схеме с HTTPS. В общем, что? Пишу я, значит, приложение на SwiftUI. Быстро пишу, потому что на SwiftUI. Представьте, экранчики, кнопочки. Мы выходим в релиз, пару раз падаем. Тоже нормально. Надеюсь, у вас такого не было. И тут приходит ко мне ПМ и говорит, «Настя, ты когда-нибудь реализовывала DeepLink?» Я такая, «Конечно реализовывала». Типа, только на ее Акете. Я, конечно, ничего не реализовывала, поэтому так не говорите. Вот он говорит, «Ну, нам надо реализовать». Я такая, «Ну, окей». Прилетает мне в таска в Jira. Ну и как бы что я делаю? Я первым делом иду гуглить вообще что-то такое, потому что я ни хрена не знала. Серьезно. И для начала давайте ответим на вопрос, для кого предназначены DeepLink? Ну вот, по вашему мнению. Если есть у вас мнение, для кого они? Для пользователей. Все абсолютно верно. DeepLink для пользователей. То есть пользователи всегда преследуют одну единственную цель – добраться до контента, который их интересует кратчайшим способом. То есть ваше приложение должно удовлетворять эту потребность. И если пользователи не могут этого сделать, то они из вашего приложения будут убегать в более удобные приложения. Поэтому очень важно обеспечить для пользователей максимально комфортное взаимодействие. Итак, давайте, если про DeepLink, DeepLink, собственно говоря, это какая-то ссылка. Видимо, глубокая. Что же такое ссылка в привычном понимании? Вот какая-то ссылка. Собственно говоря, это наш сайт. BookmakerLating.ru. Из чего у ссылки множество определений, но мы зацепимся за одно, что это последовательность символов, ведущих нас в определенное место в браузере. Из чего обычно состоит ссылка? Тут есть где-то фонарик. Не знаю, как она работает. О, из трех частей. Первая часть – это схема. Вот это Alphority называется обычно. Ну, то есть это какое-то имя хоста. И, собственно говоря, пас. Пас – это штука, которая помогает найти конкретный ресурс в рамках вашего Alphority. И если ссылка – это набор символов, ведущий вас в определенное место в браузере, то DeepLink, я бы сказала, для понимания, то это набор символов, ведущий вас в приложение. В определенное место в вашем приложении. Для этого, то есть так будет более-менее понятно, про что мы вообще тут говорим. Но на самом деле ничего не понятно, потому что каким-то образом браузер должен понять, что ему нужно открыть приложение, а не страницу сайта. И еще и сказать приложению, и приложение должно понять, на какой странице оно должно открыться. Ну, в общем, я такая посидела-посидела, думаю, ладно, пойдем изучать вообще, что это, как делать. Непонятно, что это, но посмотрим, как это делают. И нахожу, что есть какая-то такая штука, как кастомная URL-схема, которую, оказывается, безумно легко настроить в вашем проекте. Ну, это реально три действия. То есть вы открываете ваш таргет, инфа, и в URL-тайпах пишите схему, любую, которую вам, вот кроме HTTPS, понятно, потому что это уже занято, но какую-нибудь любую. Я выбрала RB, я не особо оригинальна, потому что рейтинг букмекеров сокращенно RB. И, как мы видим, буквально вот эти несколько действий делают то, что я могу написать свою схему, абсолютно любую абракадабру после, нажать go, и, собственно говоря, браузер скажет, пойдем в приложение. Я такая, е-мое, магия, все работает, все прекрасно. Думаю, ну, распарсить адрес, это дело пяти секунд. Ага, конечно. В общем, я смотрю на задачу, и задача изначально ставилась так. У нас есть пять главных табов в приложении, и нужно по конкретной страничке, по конкретному набору символов в URL-е открывать конкретный таб. Ну, звучит, в принципе, несложно. В SwiftUI есть такая штука, как TabView. Напомню, навигация, кстати, стандартная, опять-таки, буду много раз это повторять. И у TabView есть такой параметр, как Selection. Вот он. И что нам надо? Нам надо создать инамчик, кейс которого будет соответствовать строкам вашего URL-а, и в определенный момент присваивать табу нужное вам значение. Вообще выглядит элементарно. И если вы это сделаете, оно, я не знаю, видно вам или нет, то есть вы видите, что это схема с РБ, вот этот адрес, что все будет открываться, нужные нам там бонусы открыт. Я такая, вау, ну все, я решила задачу. Я ликую, отправляю задачу в даун, но как бы получаю ответ, что задачу надо усложнить. Усложнение задачи состоялось в том, что теперь помимо главного таба, главных табов, у табов бывает под табы. Например, на табе новости есть под таб, состоясь из четырех спорт ставки бизнес, там РБТВ, и также есть еще под табы. И ты такой, так, ну в принципе, наверное, подход примерно тот же самый. Создадим парочку переменных, ну немножечко побольше кода, ну ничего страшного, не так сложно. И это действительно так, то есть таб новости, таб РБТВ, то есть таб новости у него есть под таб РБТВ. Под таб РБТВ у него есть свои табы. И все, паблиш свойства для каждой истории. Ты такой, ну, да, кода много, некрасиво, но работает. Что в принципе нормально. И то есть если мы смотрим, например, что нам нужно открыть таб новости, РБТВ, английский экспресс, то распарсить этот урл, вам нужно будет задать все три параметра. Главный таб, таб новости, таб РБТВ. И если вы это сделаете, оно действительно будет работать. То есть, собственно говоря, вот он урл, уже побольше, поглубже, и он открывает нужный нам таб. И задача решена. Но вы же понимаете, это бы не было темой доклада, если бы это все так легко решалось, да? Это не так. Следующая задача, которая немножечко, немножечко меня так выбила из колеи. Задача состояла в том, что нужно открывать дочерние экраны. Ну, то есть у вас есть какой-то список с кучей параметров, и вам нужно открыть вот таб на этот список, который вы не сможете прописать, но вы не сможете создать такой NAM на все ID-шники, на все возможные параметры и прочее. И, собственно говоря, остается вопрос, как нам открывать дочерние экраны. Нет у нас роутеров, координаторов, у нас нет ничего из этого, нету пушей, где ты можешь... То есть вам нужно сохранить всю иерархию и при этом открыть дочерние экраны. Вот тут, кстати, план про костыль как раз, ну, пункт про костыль. Ну, это рабочее решение, и если у вас, может быть, есть какая-то идея, как это можно сделать, я бы с удовольствием ее услышала, но если нет, я просто скажу ответ. Я бы координатор написал. Нет, такого, так как мы работаем в маленьком приложении, это вроде бы стартап, написать координаторы, ответ был бы такой, у бизнеса на это денег нет. В общем, мое решение было и есть навесить невидимые навигейшн-линки и дергать их по параметру вот он, selection. То есть, у вас есть список, и вы наверх этого списка, ну, список, lazy-vestag, вы наверх этого списка вешаете невидимую ячейку, в которую передаете параметры, которые придут в вашем орле. И она тегается, и это все работает. Вопрос, костыль это или нет, наверное, костыль, но рабочий. Поэтому бизнес был рад. Суть в чем? Вот это решение, оно, я на этом решении словила вот такой баг, сейчас вам его покажу. Вообще, сегодня будет много про мои баги. Вообще, люди любят слушать про то, как уход, что-то не получается. На этом доклад строится. В общем, вот такой урл, уже, видите, какой-то тут айдишник есть, все дела. И вот такой баг я словила, потому что я забыла про одно очень важное свойство. Видите, открылось, а диплинк открылся, только когда долистала до определенного момента. А все потому, что вот на этом слайде я вот это место, ну вот этот линк, закинула в конец списка. А лейзистек в сетюай, ну и вообще много где, лейзи рисует только в момент появления. Поэтому, если вы будете вдруг реализовывать такое решение, то кидайте линки в начало списка. тогда все будет работать как на следующем, вот на этом экране. Собственно говоря, это тоже дочерний экран, на него мы можем выйти с главного экрана, и он работает. Все открывается, и как раз назад будет, то есть иерархия сохраняется, все супер. Все, я сделала сдачу, отправляю ее на тест, мне ее rejected со словами, что оно не работает. Я говорю, как не работает? Ну, типа, ну, я была в таком состоянии, что, типа, ну, оно не может не работать, у меня на компьютере все работает. Я не знаю, почему у тебя не работает. Ладно, я там с пеной у рта позлилась, но потом сажусь разбираться, и что я вижу? Вот ссылки, которые проверяю я. А вот ссылки, которые проверяет мой ПМ. Они немного отличаются, я понимаю, конкурс «Найди 10 различий». Ну, как бы, я говорю, это разные ссылки. Он такой, нет, это одинаковые. Я говорю, ты что, ты посмотри, тут как бы цифра, тут какая-то билиберда. Он такой, ну, это одинаковые ссылки. Я говорю, блин, так не работает. В общем, он, ПМ говорит, вот это и вот это одно и то же на сайте. На сайте работает одинаково. Я такая, так, у меня все приложение завязано на айдишниках. Какие буквы? Иду к бэкэнду, говорю, ребята, что такое? И, это, конечно, редко говорю, но слава бэкэнду, они отдают одинаковую инфу и по слагам. Это у нас называется так, я не знаю, называется ли это так вообще везде, но вот этот вот набор символов после слыша, это слаг. И я буду оперировать этим понятием. И по айдишникам отдают абсолютно одинаковую информацию, поэтому, собственно говоря, что мне оставалось, накинуть немного ифов, типа там обработать, что если у нас слаг или айдишник, и все работает. Но, как бы, вроде бы окей, вроде бы все, но приходит еще одна задача, следующая, что теперь мало моей схемы, того, чтобы какой-то кастом, но теперь нужно, чтобы ссылки отрабатывали с HTTPS. И я такая, ну, как бы, очень хотелось уже задачу переместить в релиз. Она у меня на этапе in progress final fixes вот так вот бегала, и я уже не могла с ней жить. И тут началась моя работа с командой сайта, которая вообще ни хрена про это не знала. Она такая, мы, у нас вообще приложения такие, никогда ничего не делали. Но мы начали разбираться, и на самом деле там не так много всего нужно сделать. Итак, что нужно делать со стороны вашего приложения? Со стороны вашего приложения вы должны заполнить ассошейты домены. Все делается вообще, почему я люблю iOS, все делается очень легко. Вы заходите в signing capabilities и прописываете тут ваши домены, которые должны дружить с вашим приложением. И, собственно говоря, со стороны сайта они должны создать файл, который они должны кинуть в корень. Файл должен выглядеть ваш сайт, вот это, вот это, вот это, вот это. Вот это адрес нашего файла. И вы можете, кстати, посмотреть любые файлы любых компаний, Яндекс, Двагис, они как бы в корне весят, их не закрыть. Понятно, потому что у Apple должен был быть к ним доступ. Все. И в этом, что в этом сайте, в этом файле пишут фронты? Они пишут, грубо говоря, это JSON, в котором говорится, что открывается в приложении, то перенаправляется из браузера, а что exclude, ну, а что нужно оставить на сайте и не открывать. И тут еще такой важный момент, тут, собственно говоря, как Apple, как сервис поймет, что вам нужно, в какое приложение, как Apple это поймет, вы тут пишите название команды и бандл вашего приложения, все, закидываете этот файл, и как бы оно должно работать. Нет. У нас это не работало. Там на сайте Apple написано, что можно держать, ну, типа, нужно подождать до недели, чтобы оно заработало. Мы ждем неделю, не работает. Я такая, вы видели, нам только домены прописать надо? Сто подого, что-то сайт накосячил? Ну, точно не я. Мы такие, ребята там что-то переделывают. Мы берем, мы смотрим сайты Двагиса, Яндекса, ВК, мы что только не смотрели. Я пишу во все чаты фронтов, говорю, ребята, кто-нибудь настроил, у нас такие дебильные фронты, ничего не знают. Ну, я так не говорила, конечно, я это утрирую. Но суть в этом была. И ничего не работает, не получается. С HTTPS не открываются ссылки, и тут мне такой поэм говорит, Настя, ты уверена, что у нас название команды так пишется? Название команды это вот это. А там у меня было написано РБ. А я такая, ну, наверное, да, неправильно. В общем, название команды пишется в App Store Connect, и я, там прям TeamName, вот, или TeamID, ну, что-то в этом роде. Почему-то я решила, что мы РБ, и бедных фронтов обижала. Но все, осадочек остался, конечно, у меня, но если все сделать, все будет работать правильно, все будет супер. И остался последний рубеж. Собственно говоря, для чего все это было? Это открытие диплинка через Push. Собственно говоря, зачем оно вообще надо? Например, у вас есть какое-то предложение, акция, не знаю, какое-то событие, до которого вы хотите довести пользователя в один клик, вы делаете Push, в который зашиваете ссылку, и эту ссылку обрабатывает ваше приложение. И это будет выглядеть примерно вот так. Обратите время, в которое я это ищу, сборку, 23.30. Не делайте так. Вот пришел Push и открылся какой-то там дочерний экран. Вот так это должно работать. Итак, что нужно сделать, чтобы обработать ссылку в Пуше? Напоминаю, SwiftUI, AppDelegate нет, надо сделать. Первым делом. То есть вы создаете AppDelegate, потом вам нужен метод, который обрабатывает тап на Push, и вам, собственно говоря, нужен хендлер диплинков. Вот так он у меня назывался. Я не знаю, почему не спрашиваете. Вопрос один. Где вот это инициализировать? Ну, то есть, это же SwiftUI, вы там все вонопир инициализируете. Где должен быть хендлер диплинков, чтобы их обработать и показать? Ну, на самом деле, ответ простой, он должен быть в Delegate. Но если вы инициализируете его вот так, то вы словите неприятную такую фиолетовую ошибку, которая завязана на потоках, просто потому что он будет не успевать рисовать и обрабатывать, вам нужно сделать ее лейзи, и тогда все будет работать. И, в принципе, этой информации вам должно хватить, чтобы вкатить диплинки в проект. Покажу последний пример. Он прикольный, интересный тем, что у нас в приложении много приколов, но это ладно. В общем, у нас в приложении в поле JSON периодически поле контента. В JSON поле контент приходит просто огромный кусок HTML-кода. Вот это вот огромный кусок HTML-кода, это не view, это я написала парсер, который перерабатывает HTML-код в SwiftUI. Суть в чем? Из-за такой фишки здесь могут быть линки, которые будут выглядеть как диплинки, которые вы должны обработать, но не потерять иерархию. И вот это сейчас вот так вот выглядит, сейчас покажу. То есть это все, что мы L. Я прошу заметить, вот это все я рисовала, да. И вот там блин, быстро так. Там был диплинк, ну типа на Bad City. Вот. И он нажимался в этом же табе, хотя этот таб букмекеров, он вот. То есть он у вас не должен переключать пользователя. Если пользователь сидит на новости, ему не прикольно, если вы его сами куда-то перекинете. То есть всю иерархию вам нужно сохранить. На самом деле это делается несложно, вам нужно будет немножечко переработать парсер, немножечко перевести из паблиш свой структурки, чтобы это все не громоздилось, не перерисовывалось по миллиону раз. И все. Будет прекрасно работать. Наверное, на этом все. Еще хотел рассказать прикол. Опять про фокапы. В общем, про триггерные пуши мы их запустили, все классно, все работает, но у нас очень нестабильный бэк. И в какой-то момент мы разослали огромный триггерный пуш, там типа миллион рублей, бонусами, то-то-то-то-то. И в этот момент, буквально через пару секунд у нас упал сервер. И наверное тысячи три пользователя открыли пуш и пришли в пустое приложение. Желаю вам, чтобы ваш сервер не падал. Все было хорошо. Итак, что мы узнали? Узнали, что такое диплинк. Очень клевый инструмент. В связке с отделом маркетинга работает прекрасно. Конверсии прям шикарные показывают. Как реализовать диплинк в приложении на SwiftUI, не используя слой доп. навигации. Реально работает файл хендлера ну наверное 150 у меня занимает. Это немного. Как перейти от кастомной схемы к схеме с HTTPS? Тоже легко, если умеете читать App Store Connect и доку. И у вас теперь есть возможность прийти к отделу маркетинга и сказать, ребят, мы короче умеем делать такие штуки, это очень клево, очень классно, давайте будем увеличивать конверсии и давайте приносить деньги. Бизнес всегда этому рад. А если рад бизнес, рады разработчики. Собственно говоря, все. Спасибо за внимание. Спасибо за доклад. На самом деле это действительно очень полезно, потому что даже когда давно работаешь с приложением на андроиде или на iOS, бывает так, что не сталкиваешься с диплинками, потом надо где-то найти, как оно работает. Вот очень подробно, хорошо. У меня один вопрос и одно вам все-таки предложение, ну или как справка. вот. Соответственно, вопрос по поводу навигации, то есть неужели в приложении никогда не сталкивались с тем, что нативная навигация добавляет вот эти стрелочки, когда вы пушите в стек там или когда вам нужно и как бы не мешает? Ну, все фиксим силами разработчиков. Ну, просто вот как раз мне казалось это одна из причин, почему пишут вот эти стеки навигации, потому что хочется, чтобы все выглядело кастомно как бы. То есть вы все равно пока придерживаетесь нативной. Но у нас много нативных элементов в дизайне именно, то есть которые заложены дизайнерами. Поэтому я думаю... Хорошо, ладно. Вот, а справка, ну и предложение, может быть, если все-таки вот подход текущий в какой-то момент будет слишком сложный для поддержания, я посмотрел этот модификатор для вьюхи в SwiftUI Open, он Open URL, он с 14-го таргета, и он умеет работать как бы с пушами, то есть с диплинками можно будет его попробовать. Хорошо. Спасибо за доклад. В целом интересная презентация, мне понравилась. Ну и в целом к материалу вопросов нет, потому что ты все понятно объяснила. У меня скорее вопрос несерьезный. Команда фронтендеров тебя не сильно на тебя обиделась. Я вообще всегда пользуюсь тем, что я девочка в IT. Я могу прийти и сказать ребят, ну пожалуйста. И это всегда работает. И бэк, и фронт. Поэтому нас мало и я этим активно пользуюсь. Спасибо. Так, в первую очередь спасибо за доклад. Вопрос у меня возник по поводу парсера с HTML в SwiftUI. У нас в рамках студентской лаборатории мы делаем приложение, делали, ну и доделываем, в котором мы работаем с ньюслеттерами. То есть по факту полезная нагрузка приложения это HTML, которые к нам приходят. И мы их отображаем просто через VK WebView. И возникают сложности с тем, что допустим, если ты хочешь сделать темную тему, то ты ее никак по сути не сделаешь, потому что ты не знаешь, что тебе приходит. Вы парсеры как сделали? Так же? Или как-то типа именно прям парсили? Я просто взяла HTML-код. Есть такой фреймворк Кана, который дает тебе возможность тянуть по тегам состав вот этого твоего HTML-кода. Все это собрала в дерево и потом через массив это все закинула и распарсила. Все работает. А какой фреймворк? Кана. Еще раз? Кана. Но я потом тебе могу скинуть Кана в хреймворк, который дергает по тегам. Что внутри тега? А, хорошо. Из HTML-кода. Спасибо. Пожалуйста. Да, спасибо за доклад. Вообще классно, что в этой теме так разобралось. Хорошо, я сталкивался с тем же самым, когда знакомился с диплинками. У меня немного глупый вопрос. в моменте, когда я все это делал, вот ты показывал, там были URL-схемы, я сделал одну лишнюю схему, которая мне была не нужна. И время от времени я на нее смотрю, я думаю, надо найти способ, как ее отсюда удалить. Но я не могу ее удалить именно из вот этого визуального представления. с URL-types, а открой через entities, ну, rb. Ты имеешь в виду прям info-please, сам файлик открыть? Да, да. А у меня не помогает почему-то. То есть там те же самые свойства удаляешь, а это сволочь все равно остается. Удаляется, удаляется. URL-схема висит. Серьезно? У меня просто там было много схем, да, я уже изучала вопросы. Через файлик удаляется? Да, удаляется. Все ок. Ну, хорошо. У меня, значит, проблемки. Спасибо. Два вопроса, Анастасия. Если бы вы не были девочкой, сколько бы занял ваш профессиональный путь до той же позиции? И второе, я бы с удовольствием понял, что такое SwiftUI. О, так. Если бы я не была девочкой, давай так. Если бы у меня не было бэка на плюсах в три года, мне бы, наверное, пришлось дольше все это делать, идти и работать и дойти до того уровня, на котором я сейчас работаю. Вы сказали, опыт на C++. Да. Бэка на плюс. Да, на нормальный с разработческого. А SwiftUI это новый, ну, уже не новый, ну, ладно, новый фреймворк, который реализует принципы декларативного подхода. То есть мы говорим, мы говорим, в общем, что мы хотим видеть на экране. Не как отобразить это, а просто говорим, нарисуй кнопку. И все. А до этого, например, в императивном подходе в UI-кете ты должен сказать, нарисуй кнопку с координатами 0, 100, такими-то параметрами. Вот она будет вот тут находиться. SwiftUI, он такой немножко по-другому работает. Немного магический, но на самом деле нет. Вот. Спасибо. Пожалуйста. Большое спасибо за заданные вопросы. Давайте подождем буквально еще минуту. Есть у кого-то что-то еще спросить или нет? Да, вот. Вот еще. А приложение рейтинг букмекеров существует только в России или в нескольких странах? Рейтинг букмекеров есть в Португалии, Болгарии, и мы выходим сейчас на рынок Казахстана, но именно наше приложение… Тогда мой вопрос будет актуальным. Я сталкивался с такой проблемой. Я тоже реализовал диплинки. Вот. И у нас приложение в четырех странах, и во всех трех странах у нас идет на типа наш там moka.ru slash shops slash id магазина. Но я не помню, в какой стране, по-моему, в Болгарии там был не slash shops типа путь, а по-болгарски написано. И это уже выяснили только в проде, и получается мы выпустили в релиз новую фичу, которая во всей стране не работает. Не сталкивались с такими проблемами? Я просто не договорила, что Прилы есть, но они, те Прилы в тех странах, они вообще на обжухе, там не реализованы диплинки. А, то есть у вас отдельное приложение? Она отдельная, но мы сейчас будем заниматься тем, что будем раскатывать ее, но первый на рынок Казахстана, не знаешь, как дальше пойдет. Окей. Так, еще раз. А, видим, вопрос появился. Смотрите, да, сколько вопросов. Получается, что диплинки, вот схемы, они кастомные. То есть, что, ну, во-первых, презентация офигенная, очень-очень крутая, спасибо за выступление. Из-за того, что эти схемы они кастомные, получается, любой разработчик может туда писать все, что хочет, правильно? Да, кроме HTTP и HTTPS. Ну, понятно, а что будет, если два приложения будут писать одну и ту же схему? Ну, смотри, если два приложения будут писать одну и ту же схему, я, кстати, не пробовала, надо попробовать, у меня есть два приложения. Ну, если подумать. Ну, эти два предложения должны быть разработаны, наверное, одним разработчиком. Эпстор. Сам Эпстор, да, скажешь? Что так нельзя? Наверное, да. Я, кстати, не пробовала. Блин, какая классная задача. Следующий доклад будет на эту тему. Что будет, если? Окей, спасибо, да, понял. Спасибо. Спасибо большое.